Привет! Меня зовут Алена Сашенко и я твой преподаватель английского языка. В сегодняшнем видео я хочу рассказать тебе об окончании ING. Мы с тобой уже разговаривали о нем, но сегодняшний урок будет посвящен не просто окончанию ING, а изменению, когда у нас слово, а точнее глагол будет изменяться. Например, если у нас глагол будет заканчиваться на гласную И, что же будет, когда мы добавим окончание ING? Все, что мы делаем, это убираем И. Например, посмотрим. Take брать, хотим добавить ING, убираем И и добавляем ING, получается taking. То есть, твоя задача запомнить, что при добавлении ING мы никогда не будем ставить с тобой И в конце слова. Taking, да? Например, я написала тебе пример, когда мы будем использовать такие слова. Verb with ING form, да? К глаголу добавляем ING. I hate, я ненавижу, I hate, например, taking other things. Я ненавижу брать какие-то другие вещи. I hate taking other things. Or I hate taking your things. Я ненавижу брать твои вещи. Давай еще посмотрим на некоторые примеры. Give, давать, да? Если мы хотим сказать GIVE с окончанием ING, что мы сделаем? Мы добавим ING, но перед этим уберем И. И у нас получится GIVING. Да? Я ненавижу давать тебе вещи. I hate, I hate giving things to you. To you, тебе. Окей? Ну, давай еще посмотрим. Blame, винить, да? Blame me, убираем и доставляем ING. Все, что нам нужно сделать. Например, I hate blaming you. Я ненавижу тебя винить в чем-то, да? Или просто винить тебя. Окей? Это все, что я хотела рассказать тебе в этом видео. Что ты запомнила из него? Правильно. ING. Доставляем и убираем. Thank you for your attention. Спасибо за внимание. Не забудь подписаться на мой канал. Если у тебя есть вопросы, обязательно пиши их под моим видео. Let's speak English together. Bye-bye.